всем доброе утро други мои приехал я сегодня как сказали у нас кроме хартинга нет ничего дох у нас здесь есть германии гаузерман фирма так это которая делает шпиль автоматы это игровые автоматы все игровые автоматы на которых желтое солнышко нарисовано это есть гаузерман фирма находится у нас городе и основной но центральный офис он находится за городом это между любиком и из при компом нашу посерединке там где-то вообще это считается уже любите данном самом деле индустрии гиби то есть как рабочая зона да где заводы предприятия вот эти вот вот что хотел сказать значит сын у меня работает атляй фирма фирма который дает рабочих в наем он очень давно уже работает в этой фирме и вот его послали значит на этот гаузерман работать и вот чтобы пройти но чтобы начать работать завтра по идее он должен начать работать чтобы начать завтра работать он должен пройти коронавирус тест на коронавирус сейчас я его привез рано утром сегодня понедельник время пол восьмого по моему до рисков и полдевят полдевятого вроде до полдевятого вот он сейчас должен сдать кортез на коронавирус если он у вас даст то завтра он может приступить к работе только мне непонятно за один день ты все равно никто не сделает ему ну главное что уже может приступить к работе это вот интересно ну а мне молчат молчат то прямо не меня чуть ли не рвали на куски в один день по пять по шесть терминов туда надо сюда надо там пробовать там не пробовать и вот так вот ну пробовать я сказал им сразу мне не нужна проба для чего я буду пробовать я не новичок своей работе поэтому пробовать и ничего не буду говорить и фирму означайте мне время термин я буду ну приеду посмотрю если мне нравится значит начинаем работать так быстро а сегодня я хочу вам рассказать про для фирмы про фирмы которые сдают рабочих на им в наем блин ну человек прорвало не могу выехать по светофор бы мне личный поставили возле дома про фирмы которые сдают рабочих в наем когда был кризис какой там 2008 по моему году маленькие большие фирмы поглотили маленькие фирмы сейчас остались только большие вот эти ляй фирмы до персональ динст гэмбаха это и есть вот эти вот все ляй ляй фирмы на сегодняшний день я безработный кто не знает с 1 июня я считаю с безработным после того как я долго проболел почти год почти год я проболел вот и вышел на работу только и вот месяц в отпуске был и даже не полный месяц я там без нескольких дней отработал меня уволили ну как уволили по договору по алкебинский трак это то есть мы две стороны пришли к согласию да мне выплатили компенсацию я сидел еще дома три месяца мне платили зарплату сто процентов у меня был ролик но у меня его заставили удалить как пришло письмо от адвоката и заставили удалить так как там была съемка на работе вроде как я показываю фирму я фирму не показывал вообще я показывал только свою работу да там ну без разницы вопрос не столько важен столько с важно то что я сейчас ищу работу да вот я вам скажу что сейчас арбайзам и не работают это они звонят что-то там туда-сюда они звонят туда-сюда ты вот туда позвонит и туда сходи не ребята я не не должен звонить это ваша работа вы должны звонить назначать термины мне и тогда нападали но я арбайзам прислал мне одно единственное письмо с рекомендацией чтобы куда обратиться это ля и фирма тому да но я скажу ли фирма неплохая я не буду называть их не название ли фирма неплохая обещали они мне золотые горы на самом деле до сих пор еще тишина один раз они мне ну не один раз они мне звонили несколько раз и вот один раз позвонили говорят надо съездить пробу сделать я говорю я не молодой мальчик чтобы есть пробы делать если фирма хочет видеть меня у себя чтоб я работал назначайте с ними время я приеду посмотрю эту фирму и если мне эта фирма понравится значит тогда я только сделаю там какую-то пробу или еще что-то там такое да если они хотят но фактически мне пробу не нужно да у меня очень большой стаж поэтому я не начинающий сварщик или как-то ну вот факт не в этом факт в том что есть еще но они до сих пор молчат но это еще проблема с моей рукой из-за этого они стараются да я озвучил конечно свои свои требования что работает только в тепле как проблем у меня не было никаких вибраций никаких тяжелых предметов таких как кувалда и так далее и тому подобное вот поэтому для меня маленько тяжело им найти работу ну без разницы вот но в данное время сейчас когда корона вирус был и он сейчас вторая волна идет да вот фирмы боятся брать напрямую людей да от очков аж нос болит уже фирме напрямую боятся брать людей берут только через на фирме или а фирме теперь на коне оказались вот именно в данном вопросе сейчас потому что некоторых ситуациях ну на некоторых фирмах очень много работы стало я знаю некоторые фирмы в три смены стали работать вместо двух смен вот а сейчас мы едем за посылочкой мне пришла посылка я понять не могу откуда надо ее забрать сейчас я ее заберу и мы продолжим представляете подъезжаю и не пойму почему закрыта почта ну то есть нету света темные окна прихожу она сгорела сгорела почта внутри все закопчено двери закрыты ну ладно а теперь я не знаю даже где моя посылка и что за посылкой и почта сгорела сегодня посылка моя туда сгорела ну ладно заедем реал может там что узнать можем мы узнаем там у них филиал есть ну значит так для фирмы значит сейчас когда приедем домой станем я вам покажу мне есть такая бумажка вот такая вот тариф фиртрыги это вот на 2020 до 2022 года это тариф тарифы по которым работают рабочие атля и фирмы в двери фирмы я поставил антраги ну то есть как я с ними заключил договор но не до конца еще то есть я еще и ну не считаюсь их ним рабочим да они мне не могут по ну как они ищут для меня работаю но они еще мной не командуют по-русски говорят они не мое начальство вот вот тариф фиртрыги значит каждый лящий который приходит на работу смотря какая какое у него образование смотря какая у него профессия вот здесь все по этим тарифам есть все расписан вот самый минимальный заработок здесь но я не буду сейчас на ходу что-то около 10 евриков потом идет выше 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 есть лайки даже платят я не помню по даже не там боюсь соврать но что-то около 20 евриков даже там в час надо посмотри ну я посмотрю когда это что вам скажу уже теперь значит для фирмы сейчас обеспечивают одеждой для фирмы сейчас обеспечивают обувью и ну и не такой одежды ну и не такой обувью и не такой одеждой там самой дешевенькой самый плохенький обеспечивает нормальный отличная потому что в одной ляке я спросил а у вас какой фирмы ботинки а они говорят а есть разница я говорю конечно есть разница особенно в сварочном сварочном как сказать сварочной одежде очень большую разницу влияет фирма которая выпускает теперь значит вот как сын мой средний работает у них есть на фирме бусы и автобусы и у кого нет машины они их пожалуйста бесплатно возят на работу из работы раньше такого не было бесплатно забирают утром возле дома и уже потом привозят с работы тоже к дому это тоже очень хорошо кого нету машин допустим кто хочет заработать особенно вот молодые которые между но не получил учебу в один года может он свободно год отработать получили другой год учебы у него нет машины он может так заработать себе на права младший сын у меня так на права и зарабатывает там подработал там поработал не получил учебу пошел поработал ну и плюс в ляй фирмах еще доплачивает сама фирма на которой ты работаешь но не все не всегда там есть такие фирмы большие особенно они доплачивают там допустим 50 центов 1 рура 52 горы по-разному могут тебе доплачивать за каждый твой рабочий час то есть тебе лайка платит допустим 10 воров час и плюс еще фирма тебе платит 2 воров час это широко распространяется зная на бмв на мерседесах вот на таких заводов на огромных вот и в конечном итоге у тебя очень хорошая зарплата теперь в ляйке обязательно платят ночные часы то есть это утро допустим вместе с пяти смотря какая фирма считает сколько ну со скольки начинается допустим уже утро некоторых фирмах это 6 утра некоторых фирмах это 7 утра вот поэтому допустим час утром платить если во вторую смену работаешь там допустим с 10 до 11 еще час платят тебе вечером эти деньги налогом не облагаются это считается ночные и очень выгодно работать очень выгодно работать ночную смену потому что ночная смена тоже налогом не облагается так сейчас мы заедем спросим что за почту почему что как и где наша посылка теперь никто мне не ответил не на мой вопрос короче где теперь наш пакет дали мне какую-то бумажку сказали позвонить позвонил знаю может быть что нибудь ну да ладно это разберемся теперь значит если райф ну от ляй фирм брали допустим рабочих фирме выгодно и брать рабочих от ляй фирмы почему потому что им платить не надо столько допустим грубо возьмем так вот как я работал да у нас допустим лящики получали там я не знаю 14 евриков в час до а простые рабочие получали там 16 17 сейчас ну то есть больше да и шефу все равно шефу все равно выгодно брать ляй арбайтеров почему потому что это на короткое время без всяких обязательств вот много работы брали на месяц там на два на три брали да а было время вот у нас один парняга хороший он работал много лет от ляй фирмы теперь новый закон от ляй фирмы можно только работать полгода через полгода тебя эта фирма или должна перенять то есть взять себе на постоянку или же тебе ляй фирма должна сменить где ты будешь работать вот теперь почему выгодно шефу шефу выгодно потому что не надо платить за тебя не налоги потому что налоги за нас не только мы сами платим за нас еще платит фирма за нас фирма платит страховку медицинскую половина и так далее тому подобное аля фирма уже за тебя платит налоги страховки пока не полностью части она в части сам плач части они платятся вот там есть процентное соотношение даже медицинской страховки так далее сколько платит шеф сколько платишь ты теперь что еще по ляйкам ну все они более-менее стали относиться так скажу к людям да не как людям второго сорта как раньше да но в основном ляйки это продукцион схильферы то есть это помощники те которые стоят на бантах на упаковках там на распаковках а такие люди допустим как я сварщик сейчас приду я же там не буду работать потому что я одну фирму посмотрю две-три может я фирму посреди мне понравится стадина сварщика без все равно за фирма перемет сразу заберет если им нужен сварщик они заберут сварщик ну и вот сейчас я посмотрю тариф и скажу вам а здесь кстати на все ли фирмы тарифы это не только на одну это вообще разработано для всех да вот видите это разработано для всех фирм здесь есть сколько получает на вести сколько получает на осьте то есть гдр и фрг бывшим гдр бывшим фрг вот я вам скажу что на вести самая маленькая оплата труда это 10 уэра 15 центов в час вот плюс им идет доплата 20 центов цулага да 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 это всем идет доплата 20 центов они тут есть больше даже 35 центов есть за час еще больше вот теперь значит бывшим гдр и минимальная идет ставка 988 и 20 центов у них идет на отбавки вот этот сулага и 1008 получается короче 10 евриков минимальная оплата труда сейчас заживляя фирме нет такого что там 8 50 9 50 10 евриков я вам покажу не знаю как это будет видно но это вот это выглядит вот так вот 10 евриков и зеленым вот 988 и плюс сулаги вот тут вот вторым пальцем я показываю да вот теперь значит самая большая у них на вести 20 даже не 20 а 2324 они не собственно сейчас я скажу на двадцатый год на двадцатый год на вести 2247 в час вот я фирма может дать работнику 2247 центов в один час работы вот меня сейчас немцы которые рабочие смотрят за плюют и скажет нет такого ребята вот он тарифный план вот она стоит пожалуйста я не и это я не сочинил а вот это все есть и на бывшем гдр и 2159 вот она стоит это самая максимальная тарифная ну я скорее всего здесь здесь расписано кто это какие тарифы кто это есть такие да ну то есть то ты там металл бау допустим индустрии там что-то такое да вот такое вот что все там продавец или ты обои клеишь или что или ты инженер вообще но я не думаю что инженера для фирмы пойдет работать но факт то что такие зарплаты есть вот и когда я пришел озвучил сказал хотя бы минимально 17 у меня не сказали да проблем нет у нас и получает и больше так что мы будем искать ищите вот ну что тут средняя где-то ну давайте возьмем здесь 9 положений значит 5 это 14 83 6 16 нет вот меня это с без доплат заплаты вот 5 5 место 15 ну 5 положение здесь их 9 положений вот 9 положений вот возьмем средний среднего рабочего до вляйки считается как средний рабочий пятый на пятом положении будет 15 эра 18 центов в час и на шестом положении 17 эра это средний который должен получать на вести от ляйки и а для фирмы от этого тарифного плана никуда не могут идти это для них указ и на востоке на пятом положении 14 31 и на шестом положении 16 05 от ляйки но я не знаю кто это 4 5 положение понятия не имею вот и здесь еще дальше стоит значит на двадцать первый год будет одинаково что на вести что на осте самая дешевая будет 1045 не 1065 будет самое дешевое самое дорогое будет 23 эра 14 центов и на 2022 год самая дешевая 11 эра 8 центов и самое дорогое 24 эра 7 центов вот так ребята так что в ляйках можно работать особенно тем кто недавно приехал в германию особенно тем кто ну не выучился там или еще что-то самый лучший вариант идти в ляйку и через ляйки устраиваться на работу то есть вы можете посмотреть на одной работе поработать на другой как вы себя зарекомендуете и в основном в основном это где-то 90 процентов если этой фирме на которой вы отлей фирмы работаете куда вас посылать если этой фирме нужны рабочие вы себя хорошо зарекомендуете вас оставят там это 90 процентов я отвечаю так что как то так на улице дождик пойду я своей работы какой-нибудь заниматься в доме тоже есть работа в подвалах там надо пойти поделать сейчас я сделаю вам фильм запущу его и пойду заниматься своими делами так что вот ребята я вам рассказал про ли фирмы я знаю их как на букве закона можно сказать или как вот как они как они есть плюс из того что у меня вот сыновья работает в лайках да и сейчас я постоянно с ними контактирую с лайками так что я через это еду сейчас сам вот если есть вопросы задавать я вам расскажу скажу он ну вроде все все давайте всем пока всем удачи всем до новых встреч забыл сказать с понедельника вот сегодня уже чё вторник в магазине германии ты должен ходить вот так если ты будешь ходить вот так однург зам будет караулить и полиция полиция будет контролировать ну полиции у нас городе фактически нету так что вот и очень мало поэтому я не думаю что у нас будет полиция контролировать но продавцы и так далее факт то что сразу 250 евро к штрафу если вот так вот так правильно а вот так опустишь это уже неправильно если тебя поймают магазине но вообще не только магазине в общественном месте где положено ходить маски флифт ты без маски тебя сразу накажут 250 евро ков без предупреждения кому интересно читайте это в интернете есть все вот теперь всем пока все давайте пока пока а а а а